Давайте, надо строгость проявить. Это тоже любовь. Вы никому ничего не обязаны, но не Бога. Все, что вы делаете для людей, это ваша собственная инициатива. Но если вас утягивает что-то, в чем здесь собственная инициатива? Есть пожертвование в плавности, есть пожертвование в страсти, есть пожертвование в невежестве. Пожертвование в невежестве означает, что человек жертвует пьяницу на выпивку или убийцу на то, чтобы он убил. Понимаете? Ну, то есть пожертвование в невежестве. Пожертвование в страсти, это означает, что человек не понимает, допустим, он жертвует с целью собственной рекламы. Он, допустим, фестиваль кивы, спаивает людей, но при этом жертвует на фестиваль. Это пожертвование в невежестве, кстати, в страсти, когда человек жертвует что-то и потом себя рекламирует. То есть, типа, я вот пожертвовал, смотрите, то есть цель не пожертвовать, а их рекламу, на самом деле. Пожертвование в плавности, это пожертвование нужным людям. Вот, допустим, люди строят храм, им хорошо жертвовать, они именно на это деньги тратят. В страсти еще пожертвование, когда ты на храм строишь, а человек карман себе положил. Ну, тоже вроде неплохо, как бы, священнику помочь. Пускай живет, если он Бог умолится. Ну, как бы, часто это и пологие делают путь. Они неправильно начинают заниматься. Изучайте, где ему пожертвовали. Нельзя жертвовать, допустим, на вокзал, потому что там грязное место сознания, где грязное в основном, там обманывают. 90% случаев обманывают. Если человек хочет собрать храм, он лучше храму, возле храма, чем на вокзале, потому что там его прибить даже жертву. А они на работе возле храма стоят? А? А в храме они на работе стоят? Ну, как бы, это да, но это лучше, понимаете, потому что, когда они возле храма на работе стоят, они понимают, что им Бог дал. Да, они получают пожертвование. Они понимают, что Бог дал. По крайней мере, им вера развивалась. Лучше на плохие дела делать, допустим, я жертвую. И еще правильнее надо быть сознанием жертвы. Допустим, если кто-нибудь пожертвовали, надо проследить все. Допустим, вы хотите накормить детей. Проследите, чтобы эта вещь отошла до оттайбера. Когда вы ее съели, уже дальше ничего не сделаешь. Чтобы в карман не пошла этим педагогам. Ну, эти пожертвования. То есть надо, как бы, целый наук. Спасибо.